Бог Немножко зла и немножко добра Все сказали, что ты плохой Тебя унизили, били, посадили, сидишь Что делать? Бог твой друг, он не враг Сделай Бога своим другом Я могу книжку целую написать Сделай Бога своим другом Куда мы только Бога не ставим В какую позицию только не ставим мы Господа Но самая лучшая позиция Стань его другом Не стань его противником С кем он должен разговаривать Убеждать, стань другом Друг понимает друга Друг находится всегда рядом Друг всегда приближается Он никогда не отстраняется Друг, Бог может быть твоим другом Какая бы у тебя ни была история Как бы ужасно ни было в твоей жизни И какие бы трудности ни происходили с тобой Сделай Господа своим другом Не становись врагом Для чего тебе сопротивляться Ему Для чего тебе бороться с Ним Для чего тебе выяснять отношения Для чего тебе обижаться на кого-то Мне так трудно понять тех людей Которые носят обиду На кого ты обиду Просто затеял и носит обиду Я обиделся Я обиделся Ну что дальше Какой следующий шаг Какой выход Что дальше Я обиделся Я просто обиделся И что И что И пусть тебе будет плохо Если тебе будет плохо Мне будет хорошо Это глупо Это детство Это так как мои дети Спорят друг с другом Но не будь ребенком Взрослеть надо Ну Ну все равно Я не считаю Что он прав Ну и что Что он не прав Или прав Какая разница У тебя есть отношения с Богом Или нет Вот в чем разница Кто-то обижается на пастора И говорит Вот пастора Ну сколько можно Я говорю про тех четырех На балконе На заднем ряду Ну зачем тебе обижаться На кого-либо На пастора На лидера На жену пастора На лидера домашней группы Для чего Кому ты насолишь Кроме себя Кому ты навредишь У человека Который носит обиду Гниют кости Он начинает болеть Приходит проклятие Потому что обида Это как Как бы это сравнить Но я не буду с мухами Я возьму так Это как сахар для пчел Аллилуйя Она притягивает бесов Проклятия Они просто идут на обиду Я не согласен Я не понимаю Я выражаю свое неудовление И что И что дальше В чем конец В чем разрешение Где выход Но я просто обижен И в этом мой выход Это тупик Обида никогда Никакого человека Не поднимала Никогда Не сделала его победителем И нет ни одного Памятника обиженным Вы знаете Памятник Памятник всем обиженным Нету памятников обиженным Делают памятники героям Которые отставляют Всякую обиду И делают великие дела Никто не помнит Обиженных Никто не составляет Списки обиженных 2004 года Кто на кого обижен Это так глупо Это так низко Это так Приземисто Это невысокий полет Божий Бог говорит Думай о небесном О горнем Помышляйте А не о земном Обиды Более землянистой Вещи на земле Нет чем обида Обижаться Это самоуничтожение Это поиск шахида Это ну что еще Ну с чем сравнить Это понос на работе Когда туалет не работает С чем можно сравнить обиду Обида Это тухлое мясо У тебя в карманах Обида Это очень плохо Обида Это невыносимо ужасно Это самоуничтожение Человек Который несет обиду На протяжении своей жизни Это несчастный человек Он меня вызывает Жалость И даже вполне возможно Что его Его Скажем Позицию Можно найти оправдание И сказать Ну да конечно Его так Плохо поступили Его волили Обидели Что-то сказали Можно конечно Найти причину Его обиды И конечно же У всякой обиды Есть причина Но для чего Я не понимаю Однажды один пастор Привышел и сказал Дорогие братья и сестры Мы будем молиться За обиженных Все кто обижен Кто ранен Кто имеет бремя На брата своего Или сестру Или на работника На директора На пастора Выходите вперед Будем молиться за вас И вышла большая группа обиженных И когда они вышли Он сказал Ах вы грешники Кто дал вам право обижаться Сейчас у вас есть шанс Покаяться в своих грехах Обида это грех Который ты несешь на своей жизни Обижаться это грешно Ты грязный Из-за своей обиды Ты не чистый Ты воняешь От тебя нехороший Духовный запах исходит Бог отстраняется от тебя Если ты обижен Я обижен на него Он со мной нечестно поступил И? Ну Господь сказал Ударили тебе по правой щеке Что он даже сказал Обидь все Пойди в угол Плач Расскажи всем друзьям Как ты обижен Что он сказал Когда тебя бьют По одной щеке Он у меня забрал Забрал мое место Что тебе Господь говорит Когда снимают С тебя верхнюю одежду Отдай ему свои трусы Аллилуйя Ну там нижняя одежда Ну он меня забрал Ну забрал и классно Что дальше Ну теперь у него есть А у меня нету Ну радуйся за него Ну ты не понимаешь Что я чувствую Я тебя прекрасно понимаю У меня четыре сына Я понимаю Что ты еще младенец Это детство Это духовное детство Взрослый человек А ведет себя Как семилетний пацан У которого забрали Мячик И он носится И от обиды Он просто Начинает бить себя По голове У меня один ребенок Когда он обижается Он начинает бить себя Ну кому-то надо насолить Да хоть себе насолю Вот это чисто обида То есть человек Даже не понимает Что когда он входит В обиду Он входит в состояние Недовольства Он бьет самому себя И из того что ему больно Он еще больше обижается И еще больше бьет И потом кульминация Взрыв Он рыдает И приходит Ты даже не поймешь Даже чуть-чуть Как мне плохо Я говорю Я тебя понимаю Обида тебя съела Ты весь в дырах Как яблоко Которое съели Десять червей Уже ничего не осталось Одни туннели Здесь проползала Здесь проползала обида Перестань быть сгнившим яблоком Которое как съедено червями Это обида Изменись В конце концов Измени в жизни позицию Я не могу понять Людей которые на протяжении На протяжении трех лет Есть люди которые по полжизни Обижены Но самое ужасное Некоторые обижаются на тех Кто уже давно умер Вот это тупик из тупиков Каких только я людей не встречал И таких тоже И рассказывает Я на него обижен Он мне так сделал Он мне это сделал И он мне это сделал Сестра Ну и где твой отец Он десять лет назад умер И Не пойду на его могилу И Как можно сделать Чтобы ему было там плохо Ну вам смешно Но на самом деле Вот это и есть Это сатанинское чувство Когда приходит обида Это злоба Обида и зло Две сестры Близнецы Одинаковые Обида и зло Не отличишь Потому что там где есть обида Там есть желание Возмездия Желание Крови Жажда Возмездия Желание Чтобы ему было плохо Желание Чтобы что-то случилось Такое плохое А это уже Дьявольский характер Дьявол один раз Обиделся на Бога Ходит тут крутой А я что Хуже что ли Его Я тоже могу быть крутым Поставлю мой престол Выше его престола Буду ходить там Где все крутые ходят И мне тоже песни петь будут Что я велик И ушел туда вниз Обида Это позиция дьявола В этом мире Он считает Что он обижен Он специалист В области Создавания Чувства обиды Так легко Так легко Тебе звонок Здравствуй Саша Привет Коля Ты слышал что Федор Про тебя говорит Что Я тебе не буду говорить Считай что я тебе Ничего не говорил Но если бы ты только знал Что Федор про тебя говорит Я просто молчу Что он сказал Что он сказал Оставь это Это ерунда Нет это не ерунда Скажи что он сказал Мне надо знать Зачем ты зател разговор Да я уже перед Нет скажи Нет я узнаю Что этот Федор про меня И начинается мучение У вас было когда нибудь Такое ощущение Ты хочешь узнать Полную правду Я хочу узнать Я уже обижен Еще я даже не знаю За что Но уже обижен Это сатанинское чувство Чем раньше Ты избавишься от обиды На мужа Который бросил тебя На Людей Которые сделали так Что ты потерял работу На Знакомых Которые тебя подставили На людей Которые заняли деньги И никогда не вернули На кого угодно На соседа Которые тебя постоянно Заливают И считают Что это нормально Есть причины Обижаться Но когда идет Очередной потоп Скажи Аллилуйя Скоро ремонт Ты скажешь Легко сказать Сказать легко Но труднее Жить с обидой Ты сам себя ранишь Ты сам Сам себе Промучаешься Проведешь всю жизнь Плохо Если ты будешь В обиде Недавно я говорил С группой людей Я сказал Молодые люди Научитесь каждый день Быть счастливыми Научитесь каждый день Находить радость Сегодня пришел новый день Солнце светит Так классно И ты только посмотрел На солнце На Я не знаю На что ты посмотрел На цветущую вишню И тебе хорошо И вдруг ты вспомнил На кого ты обижен Он тоже радуется Где-то Аллилуйя И тебе так плохо От того что ему хорошо Это плохо Это неправильно Если тебе плохо От того что кому-то хорошо Если кто-то Из твоих конкурентов Становится лучше тебя И у него Становится Больше лучших качеств И может быть Он получает большую прибыль И еще что-то Если тебе от этого плохо И внутри тебя все сжимается А у него уже это А у меня нету Это плохо Оставь обиду Как только ты оставишь обиду И начнешь каждый день Благодарить Бога Радоваться Быть простым Быть нормальным Придет поток благословений В твою жизнь Благословения придут в твою жизнь Обида закрывает окна небесные Кто пишет Пожалуйста запишите Обида закрывает окна небесные Над моей жизнью Она закрывает все благословения Полностью блогирует Обида это бетонный слой Между небом Между тобой и благословением Это непроходимая стена Бог не может благословлять обиженных Потому что в них живет злоба Бог желает благословить тебя Но когда есть обида Он не может тебя благословить Единственный самый лучший выход Из обиды Это тебе покаяться Получить прощение Просить твоих обидчиков Просить всех Кто тебе сделал плохо И жить счастливой Хорошей жизнью Когда ты просыпаешься И тебя мучает Что кому-то хорошо Мучает чувство Что кому-то хорошо Это неправильное состояние Это не Христово состояние Христос не был Когда его убивали Его распинали Христос не был таким человеком Когда его убивали Распинали Когда ему делали больно Когда его сплевали в лицо Когда ему сделали все эти унижения Он висел на кресте Он не сказал Эх вы не знаете Чудаки Я спаситель мира Аллилуйя Сдохните вы здесь Халлилуйя Нет Он сказал Отец Прости им Они ничего не понимают Они не понимают Что они делают Отец Прости им Поэтому мы называем его Благословенный Поэтому он спаситель мира Когда ему дают зло Не воздают злом за зло Но он воздают за зло Любовью Когда что-то неправильно С ним поступает Он не говорит Будь благословен Халлилуйя Вы когда-нибудь получали Такое благословение Да? Такое ощущение Что тебя обматерили Будь благословен Сестра Будь благословен Брат Халлилуйя И ты думаешь Спасибо Буду Халлилуйя Может быть иногда Мы говорим правильные слова Хорошие слова Пусть у тебя Все Будет Хорошо Такое ощущение Что нужно теперь умирать После таких слов Позиция сердца Я не говорю О том Что ты изображаешь Снаружи Я говорю о том Что внутри Живет ли обида Внутри Живет ли обида Там где-то внутри Вспоминаешь ли Ты культивируешь Ситуации Культивируешь Ситуации Знаете Одно время Когда я был в училище Я не любил драться Но если дрался То я дрался И Ну И били меня И я убегал чаще всего Но если приходилось И Однажды на меня Резко напали Что я не ожидал Что на меня нападут Ну я шел на драку Все нормально Но не ожидал Что они нападут Резко так Из-за угла И как мне дадут Вот сюда В челюсть Как мне плохо стало Аж в глазах Зазвенело Или в ушах Зазвенело В глазах Заблестело Но в тот момент Уже в глазах Звенит В ушах Блестит И знаете Из-за того Что так поступили Я шел на драку Я знал Что будем драться Разборки будут И Но из-за того Что со мной так поступили Мне Так обидно И у меня Одно время Лет 10 Кулаки сжимались Будучи пастором И вспоминал его И сказал Если бы сейчас Я его встретил Аллилуйя Потом говорил Я же пастор Аллилуйя Пастору нельзя Бить людей Ну если бы я его Встретил Я бы на него Посмотрел И сказал Будь благословен У вас бывает Такое состояние Вы вспоминаете Какой-то случай В вашей жизни И он так Вас возбуждает Может быть Из детства У тебя Лопаткой по голове Соседка ударила Я не имею в виду Железная Пластмассовая И теперь Ты такой И ты вспоминаешь Ей было 3 года Тебе 4 года И ты хотел И машинкой По голове ударить Но не успел Мама прибежала И тебе так Обидно становится Бывает Ну вспоминается Что-то Или на работе Или еще кто-то Тебе так Обидно становится Что ты оказался В этой ситуации Что с тобой Так поступили Если бы вернуть Ты бы так Им сейчас сказал У вас бывает Или только у меня Такое бывает У меня такого Уже не бывает Прошло все давно Ты должен получить Освобождение От тех Прошлых обидов От того Прошлой боли От того То что раньше тебя Прошлое Может тебя контролировать И делать тебя убогим И увести благословение Твое прошлое Когда ты возвращаешься Проигрываешь ситуацию Возбуждается твои чувства Тебе нужно освобождение Чтобы там не было Там в прошлом Оно должно быть отрезано Апостол говорит Забывая заднее Простираюсь вперед Однажды со мной Один человек Так искренне Решил разговаривать И говорит Вот скажи Как ты живешь Вот с этим Я говорю С чем Ну говорит Так многие люди Тебя не любят А я говорю Кто Он говорит Ну есть же люди Которые тебя не любят Я говорю Нет Нету А он говорит Как нету Ну наверняка же есть Я говорю Да нет Я измеряю всех Своей любовью Я люблю всех И это значит Что все меня любят Он говорит Да нет Это не так Я говорю Ну это по-твоему Не так А по-моему Это так Просто А у них Временные трудности Им некого Обвинить А тут я жил Я оказался Виноват Во всех их проблемах Знаете Чем раньше Ты получишь освобождение Я просто верю Что на тобой Будут открываться Окна небесные Когда ты перестанешь Носить обиду Гнев Злобу Плохие воспоминания Когда ты получишь Освобождение Просить у Иисуса Освобождения Его кровью Чтобы его кровь Омыла тебя От всех этих вещей Прошлого Которые продолжают Управлять тобой В будущем Это как знаете Кукла Которую водит На ниточках И для многих Прошлое Продолжает их тянуть Они хотят Что-то сделать А их отдергиваются И воспоминания Они просто Получи освобождение От всего этого Прости всех Обидчиков твоих Устрой праздник Для них Закали ягненка Ну или купи Килограмма Два мяса Поджарь Пригласи Накорми И не просто Гри Я пригласил Ваши Вы покушали Из любви Из любви От чистого сердца Просто сделай Что-то хорошее Посей любовь Покажи им Открытое сердце Что ты радуешься За них Что ты не завидуешь им Что ты желаешь Помочь им Поддержать их Что ты не их враг В жизни Начнет многое меняться Ты станешь Похожим на Иисуса Сколько раз Мы обижали Иисуса Сколько раз Мы делали неправильные вещи Сколько раз Мы делали ему больно Своими грехами Поступками Своими делами И сколько раз Он нас прощал Стань похожим на Иисуса Стань как Он Как это делать Приди к Нему Проси благодати Скажи Господь Извали на меня благодать Даруй мне освобождение От обиды Даруй мне Чистый разум Избавь меня От плохих вещей В памяти Которые продолжают Гложат меня Продолжают Доставлять мне боль Проси у Господа Свободу И она придет Свобода через кровь Иисуса Вполне возможно Что однажды Я тебе что-то сказал Или прошел мимо И я абсолютно Не хотел тебе Доставить боль Но Но я может быть Доставил тебе боль И я прошу Господа Чтобы Он омыл тебя И меня простил Господи Прости меня Сколько их я ранил Незаметно Чтобы я не делал Это в будущем Но будь сильным Перестаньте быть Младенцами Которые обижаются За всякой ерунды Он мой мячик взял И Он с ним играет Папа Ты не понимаешь Что не понимаю Он с ним играет Это замечательно Разве ты не можешь Порадоваться за него Но он с моим мячом Играет И он с моим мячом Радуется Вчера Когда я пошел на базар И они говорят Купи нам баскетбольный мяч Я говорю Хорошо Пойдем покупать Баскетбольный мяч И мы идем по базару Я двоих сыновей взял И мы увидели Баскетбольный мяч Классный Я говорю Детки берем мяч Купил мяч Он недорогой 300 тенге Баскетбольный мяч Китайский конечно И я все проверил Дети двое были Взяли мяч Вау Классно Но я со своим другом Стою разговариваю Что-то мы там разговариваем Они говорят Папа Но одного мало Я говорю Почему мало А он говорит А представь Если вот все мы Четверо захотим играть Мы же драться начнем Я раз такой стою Думаю Да Я это знаю Бывает Я говорю Ну давайте еще один Я говорю Девушка Еще один мяч принесите Дети стоят в нетерпении Приносят второй мяч Я покупаю второй мяч Они взяли И я с человеком прощаюсь Говорю Ну ладно Все Давай С Богом Встретимся И они подходят Говорят Пап А пап А если Мы втроем Начнем играть Тогда мы тоже Опять драться Начнем Я говорю Неужели вы не можете Разделить два мяча На троих Ну Ну нужно же С кем-то играть Кому-то кидать Мячик Не папа Если я один захочу играть И он один захочет И Моисей тоже один захочет играть Он говорит Папа ради мира Говорит Ради мира в доме 300 тенге Не пожалей Папа Мир стоит все Они сразу же знают Что будут ссоры Будет драка Будет плачь И говорит И говорит Пускай Все мячи будут Именными Каждый отвечает За свой мяч Не общие А именные И я думаю Ай-яй-яй Ну ради мира Придется взять Третий мяч Стоят и говорят А у нас еще Максик растет Я говорю Нет Хватит Разорители дома Еду Все мячи разные В машине Двое со мной Старший дома Так думаю Сейчас приеду И старшему покажется Что его ущемили в чем-то Почему? Цвет мяча не тот И он обидится И скажет Что хочу другой Я как мудрый отец Сразу же Иду Говорю Леша Я тебе купил Крутой мяч Самый красивый У пацанов Не очень красивый У тебя красивый Такой оранжевый Полностью У них какой-то серый Оранжевый Красненький Такой цветастый А у тебя профессиональный Он да папа Классно У кого из вас есть дети? Больше двух Вы знаете Что такое иметь Больше двух детей Да? Аллилуйя А у Господа Сколько детей? Господь У него уже есть машина А у меня нет машины Если ты молишься Богу Потому что У твоего брата Что-то есть То тебе надо Каяться Перед Господом Не молись Богу Потому что У кого-то что-то есть И у кого-то благословил Когда у одного сына День рождения У остальных Проблема А один сказал Не пойду На его день рождения Я говорю Почему он говорит Я не могу смотреть Как ему будут дарить все Ты же знаешь Папа Какой он человек Я не смогу смотреть Спокойно Вы знаете Я со своими детьми Чисто церковную работу Провожу Пасторскую Как я узнаю церковь Как я узнаю верующих Просто у верующих Взрослые проблемы А в принципе Все то же самое Такие же слезы Такая же искренная обида И так же Искренная вера Что ты прав Искренне говорит Ты папа Не можешь разобраться Понять не можешь Как мне плохо Я вспоминаю Братьев и сестер Которые говорят Максим Ты не можешь понять Как мне плохо Понимаю У меня 4 сына Аллилуйя Тебе очень плохо Что кому-то хорошо Знаете Нужно взрослеть Он говорит Судя по времени Вы уже должны быть учителями Но вы все еще Как младенцы Питаетесь Молоком Мама Титю Стоит такой бородатый мужик Мама Титя Мама говорит Мясо хочешь Не могу мама Титя давай Да нет Надо переходить На твердую пищу Твердая пища Свойственна взрослым Более совершенным Более развитым Переходи на более твердую пищу Будут трудности И нужно будет преодолевать Трудности Нужно будет преодолевать Проблемы Но приходит взрослая пища Нужно по серьезному Относиться к Богу Это не просто Палочка-выручалочка Это Бог Твой отец Твой друг Это твой творец Бог это не просто так Это гораздо серьезнее Бог это гораздо больше Бог это личность Которая видит тебя насквозь И которой невозможно обмануть Как часто Многие люди Обвиняют Бога В своих проблемах Бог виноват Где был Бог? Ну куда он смотрел? Когда я мечом кидал Рядом с лампочкой Куда он смотрел? Неужели он не мог помочь Ангела поставить Чтобы защитил? Почему он допустил Это со мною? Почему так случилось? Есть причинно-следственная связь Причина-следственная связь Бог тут ни при чем Обида на Бога Это один из самых Серьезнейших грехов в жизни Я обижен на Бога Я с Ним разбираюсь Один пастор в безумстве своем Когда у него проблема вышла Он сказал Это у меня с Богом разговор Не лезьте Я вижу, он изморился Молитвами Весь исплакался Я с Богом диалог веду Я говорю Покаясь, братан Успокойся И живи счастливо Хватит Бога пальцем тыкать И говорить Что он ведет Во всех твоих проблемах Обида Это очень плохое качество Обвинение Это следствие обиды Когда ты находишь виноватых Когда я спрашиваю людей Кто виноват Однажды мы семейные семинары проводили в горах Было замечательное время Я сказал Помогите мне составить Кто виноват в наших трудностях В наших проблемах И стали составлять список Писали, писали, писали Знаете, туда вошли все Ну первая теща, конечно Вторая страна Третья руководитель Директор Потом там И пошел список Дети И они все выкрикивали Составляли И ни один человек Никто Не сказал Виноват я Никто Все составили список Полный И я им помогал Конечно Я возбуждал Что виноват И мы составили список Наших проблем Кого мы обвиняем Вы знаете Когда я смотрю на этот список Это список Перед которым Мы должны покаяться Ты говоришь Вот страна такая Когда была война В Англии И президент Премьер-министр Англии Во время войны Когда люди приходили И говорили Почему Немцы бомбят нас Он сказал свою знаменитую речь Которая начинается со слов Не спрашивайте Что страна может дать вам Спросите Что я могу дать Моей стране Мы говорим Англия процветающая страна Потому что один мудрый человек сказал А что ты можешь дать Своей стране Все время спрашиваешь Что страна мне даст Как маленький ребенок Дайте Дайте Что ты можешь дать стране Когда появится много людей Которые скажут Я хочу дать своей стране будущее Я хочу благословить мою страну Я хочу чтобы в моей стране Было развитие Процветание Благословение Когда только люди начнут это делать Когда все согласятся Страна будет процветать Придет благословение Изобилие придет Как только мы повернемся Лицом к своей стране И скажем Я хочу благословить Мою страну Я хочу чтобы моя страна Была благословенной Я здесь живу Я хочу чтобы все было хорошо В моей стране Но большинство людей Имеет такой Младенческий характер Дайте мне Мне Пусть меня страна Благословит Дайте мне Я понимаю Что мы все вышли Из Советского Союза И такой страны уже нет Но теперь мы живем В другой стране И нужно сказать Теперь это наша страна Это земля Где живем мы Где живут наши дети Где будут жить дети Наших детей И мы должны сказать Что я могу дать Своей стране Хватит обвинять Страну Власти Хватит обвинять Родственников Строй мир По сей благословения Знаете От Иисуса исходила любовь От Иисуса исходила радость От Иисуса исходила жизнь Согласие Понимание Что исходит от моей жизни Писание говорит Ну не может человек быть Из одного источника течь И горькая и сладкая вода Не может отравленная вода И потом не отравленная течь Не может течь желчь И сироп одновременно Из одного источника Если из одного источника Течет желчь и сироп То поймите Что все становится желчью И сироп этот С к брифусом горечи Не может из одного источника Истекать Из твоей жизни Не может истекать Немножко зла И немножко добра Немножко ненависти И немножко любви Или чуть-чуть больше любви Но немножко ненависти Обиды И благодарности Не может из одного источника Течь Нужно трансформировать Свою жизнь Если хоть немного течет из тебя горечи, то пойми, весь источник горький и называется проклятый источник. Никто не придет к твоему источнику и не скажет, дай напиться воды, потому что там была горечь. Ось, пей, пей, вчера отсюда канализация шла, все нормально, сегодня чистое, мы помыли. Тезис. Сколько не мой унитаз, из него никто пить не будет. Еще раз, для тех, которые не поняли. Сколько не мой унитаз, из него пить не будут. Запишите, Максимов сказал. Пойми, ты не можешь быть одновременно источником воды и источником сточных вод. Становись родником, из которого течет течь чистая, кристальная вода, любовь, радость, никакой обиды, никакой желчи. Если это было, тебе нужно изменить концепцию жизни. Изменить подход к жизни. Меня не пустили в группу прославления. Теперь я молюсь за Оксану Базанову. Халилюя. Но ясное дело не пустили. Посмотри, ворона лучше поет. Меня не поверили. Ну, слава Богу, ты поверь в себя. Я думал, мне быстро дадут продвижение. Но не дали тебе быстро. Хватит мучиться. Получи свободу. Свобода. Это такая прекрасная вещь. Свобода от проклятий, обиды. Свобода от зла. Свобода от ненависти. Свобода. Это качество небесное. Познайте истину. И истина сделает вас свободу. Давайте откроем всем, ну, деяния 16 глава. И приведя 20 стих, Павла и Силу, это два проповедника, апостола, к воеводам, к воеводы, это военные, наверное, или полиция, сказали, эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует принимать, не исполнять. Не принимать, не исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, увидев, что народ восстал, сорвали с них одежды без разбору и велели бить их палками. Вы знаете, история очень интересная. Они пришли в этот город, проповедовали, многие удивились, что они творили и какие дела делали. И всегда появляется группа недовольных, всегда появляется группа обиженных. Где бы ты ни оказался, ты придешь с проповедью Евангелия, всегда будут обиженные люди, которые скажут, мы не привыкли эти слова эти слушать, это чужие обычаи, это американская вера, халилюя, ой, не халилюя. А воеводы без разбора убьют. И они, ах, плохие, бьем палками, побили их палками. Дабы много ударов, вергли в темницу, в тюрьму. И приказав тюрьмничному стражу, крепко стереть их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу. Давайте скажем, внутренняя темница. Знаете, вот есть в тюрьме еще одна тюрьма. Внутренняя. Как это называется у нас? Карцер. Их не просто в тюрьму, а их в карцер посадили. И более того, после того, как посадили в карцер, он забил их ноги в колоду. Вы представляете, сидишь в карцере, тюрьма в тюрьме, и плюс еще к тому же тебе ноги в колоду забили. Сидишь и не понял. Ну ладно, посадили в тюрьму, ну ладно, посадили в карцер, ну теперь еще ноги в колоду. И что дальше делать? Представьте, вчера проповедовал Евангелие, вчера чудеса, знамения, Господь действовал. Люди кричали, слава Иисусу. Сегодня тебя посадили, били палками. Ты еле ходить можешь, а били по ногам. Поэтому человек некоторое время ему трудности с хождением вызывало после этого наказания. Посадили в карцер, заковали в кандалы. Можно обидеться на жизнь. Ну вот просто представьте, теоретически. Ты сидишь в карцере, тебя заковали в кандалы, и тебя еще били. Милиция побила. В нашей стране милиция людей не бьет. Это там, у них в Римской империи так было. И ты сидишь. Ты знаешь внутри, что ты невиновен. Ты просто любишь Бога. Просто проповедовал Евангелие. Ты никому зла не желал. Ты не делал зла. Ты знаешь, что ты прав. Ты знаешь, что с тобой все правильно. Что ты хороший человек. Все сказали, что ты плохой. Тебя унизили, били, посадили. Сидишь. Что делать? Я не знаю, как вы, но у меня было бы 250 причин обидеться на всех. В первую очередь на Бога. За что? Ты что, не знал, Господь? Что они хотят нам зло сделать? Ты разве не понимал, Господь? Где ты сидел, пока я проповедовал про тебя? Аллилуйя. Ты же видел, что они хотят мне зло сделать. Почему ты допустил, что это случится? И можно было, и Павел мог сидеть и сказать, сила. Мы приплыли. Сидим в колодах. Ничего не можем сделать. У нас обида. Давай молиться. Давай поститься. Бог, ты почему нас не слышишь? Ты почему? Знаете, можно обвинять. Почему братья и сестры не смогли нас защитить? Почему никто не заступился за нас? Где были эти люди верующие, друзья мои? Почему оставили? Их посадили. Но знаете что? Вместо того, чтобы обижаться, они сидят в тюрьме. Пришла ночь. И они начали прославлять Бога. Около полуночи. Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Интересная позиция, да? Обида должна быть полная. Но они несут характер Христов. Они начинают петь песни. Тебя били. Тебя оклеветали. Тебя посадили. Тебя заковали. И ты сидишь в темнице и поешь песни. Что-то у них было иное. Как часто мы оказывались в темницах. Изоляции. Когда наши друзья изолировали нас от общения. Когда наши знакомые ввергали нас в темнице. Когда наши близкие садили нас в кандалы. И говорили, сиди. Ты изолирован. Я не хочу с тобой общаться. Как часто обстоятельства были против нас. Что делает настоящий верующий? Ропщит. Обижается. Он молится. И воспевает Господа. Поет о Боге. Он поет хорошие песни. Все совершил он. Нам дал победу. Дьявол побежден и смерть не властвуя теперь. Иисус Господь наш. Сила пой. О, халлилуйя. И сила. Он наш спаситель. И он царь царей. Больно. Давайте, давайте. Больно. Забыл сила. Павел говорит, не бой. Выше возьми. Аллилуйя. Аллилуйя. Они поют песни. Узники слушают. Все обижены. Но два человека иные. У них свобода. Многие люди, находясь вне зоны, вне темницы, вне тюрьмы, носят с собой тюрьму. Вот здесь. Вот здесь клеточку маленькую носят. Их сердце в клетке. У них нет свободы. У них толстые прутья, обиды. Они, находясь в тюрьме, были свободными. Да, их ограничили передвижение. Да, им сделали больно. Но они свободны. Они прославляют Бога. Они славят Бога. Узники все слушают и думают, интересная позиция. Впервые в нашей тюрьме такая счастливая ансамбль христиан. Их посадили, они песенки поют. Про Бога своего. Какой он классный. Ты велик. Ты прекрасен и велик. Все смотрят. Тебя Бог твой не защитил, а ты про него песни поешь. И другого нет, как ты. Ты прекрасен и велик. Проходит некоторое время. Читаем дальше. Вдруг. Знаете, всегда, когда ты имеешь хорошую позицию в жизни, всегда есть вот это слово «вдруг». Давайте все скажем «вдруг». В слове «вдруг» есть слово «друг». Если букву убрать, «друг». Вот этот «друг» небесный всегда оказывается рядом. Вдруг! Я слышу людей, и один говорит, «Я был все время в суете вчера с одним человеком рассказывал. Занимался бизнесом. Суета, 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 суета». И говорит, в один день слушал твое пробудие и понял, что я должен радоваться. Что я должен каждый день радоваться, быть счастливым. Благодарить Бога. Что я должен выкинуть суету, озабоченность. Просто расслабиться в моем Господе. И говорит, и вдруг. Как пошла работа, как пошли заказы. И такие солидные, классные. Я говорю, это не «вдруг». Там есть слово «друг». Друг Иисус. Вдруг! Когда ты молишься и поешь песни, когда тебе плохо, вместо того, чтобы роптать, обижаться, жаловаться Богу, когда ты благодаришь Его вместо жалобы, Он всегда приходит. Вдруг! Знаете, когда Бог приходит? Когда Бог приходит туда, где строит свой престол Господь? У Бога есть трон. Знаете, трон, кресло. И в Библии написано, Бог строит свой трон в словословии, в поле народа своего. Когда они начали петь первую ноту, на небе Господь, я не знаю, общался с каким-нибудь Михаилом. И Михаил докладывал, там ситуация сложная. Гаврил говорит, да, я смотрел, там их посадили. Да, это испытание для них, говорит Господь. Михаил, да, наверное, они выдержат. И вдруг Господь слышит, все совершено. Он говорит, кто там поет? Он говорит, да Павел поет. Нам дал победу. А это кто? Сила. Пойдем посмотрим. Господь подходит. Они поют песни. И Бог говорит, давай вот здесь трон строите мне быстренько. Я хочу посидеть здесь. И ангелы, давай носиться. И каждое новое слово в твоей песне, песне силы, каждое новое слово, дополнительный кирпич, дополнительная мягкая подсилка. И начинают ангелы шерудить, там, я не знаю, они взмокли, я не знаю, потеет ли ангел или нет, но... Они перьями, по крайней мере, перьями требушат. И они собирают престол. И они говорят, давай строительный материал. И тогда Павел говорит, Господь, слава тебе! Вот так, он не мог так. Халилюя! Ты царь мой, слава! И он, бух, 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 бух. Каждое новое слово, это дополнительная порция строительного материала для престола. И тогда Господь говорит, пойдем. Но когда Бог в темницу приходит, Он просто дверь шпинком открывает. И говорит, и сделал, вдруг! Сделалось! Вдруг! 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 Халилюя! Какой стих? 26-й! Вдруг сделалось великое землетрясение! Все начало шутка! Сила держись! Бог идет! Халилюя! Господь зашел! А как Господь зашел? Там, где Господь, там всегда... Свобода! Так, чтобы поколебалось основание темницы. Тотчас, в этот минуту, открылись все двери! Там должны быть не одни двери, потому что сначала карцер, потом молча тюрьма. Все двери открылись! И у всех узы ослабели! Тут заходит обиженный человек. Темничный страж. Пришел в свою родную тюрьму. Это его маленький бизнес. Но в то время, знаете, что тюрьмы даже бизнесом были. Он зашел, не понял. Все двери открыты! Все двери открыты! И тишина. Залетает, а там темно. Темничный страж, пробудивший, увидев, что все двери темницы отворены, извлек меч и сразу же хотел себя убить, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, братан! Мы все здесь!» Он потребовал огня. Огня! Огня! Вбежал в темницу. В трепете припал к Павлу из Сирии. И, выведя их наружу, сказал, «Государи мои!» Это типа, «Господин мой!» Что мне сделать, чтобы спастись? Он понял, что темница у него в сердце, ему нужна свобода. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой!» И проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Они попали к нему в дом на вечеринку. Зэки, к начальнику тюрьмы. Аллилуйя! И, взяв их тотчас, он омыл раны сам, который наказывал, омыл раны их. И немедленно крестился в воде сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил им трапезу и возрадовался со всем своим думом, что веровал в Бога. Позиция. Можно пронести обиду через всю свою жизнь. И потом говорит, «Это темничный страж, меня бил, он посадил. Этот сделал то, этот мне сделал то». Но можно просто спасти всех людей, которые доставляют тебе боль. Те, которые делают тебе больно, они больше всего нуждаются в спасении, чем кто-либо. Они нуждаются в том, чтобы быть спасенными, оказаться рядом с тобой, оказаться наполненными радостью, жизнью, спасением. Освободи узников. Освободи тех людей, которых ты связываешь своей обидой. Освободи себя. И мы будем молиться сейчас. Я хотел бы помолиться за каждого, кто желает, чтобы мы молились. Я не буду делать, как делал тот пастор, который обвинил людей и сказал, «Вы обиженные!» и так далее, и так далее. Я не буду так делать, чтобы не ранить вас. Аллилуйя! Но мы все давайте к обиде относиться с юмором. Мы оставляем ее сзади. Амин! Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников приносят для вас благословения. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики, люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синал, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синал это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш дом.